ай да здесь столько украшений вообще напоминает мои да и меня опустили еще сокровищницу давайте посмотрим нужно приходить и выбирать а он там побольше они размером вот интересные бокалы конечно очень красивые мурана украшение для дам ой какая дамская пепельница карлайнс я все смотрю конечно на этот херен я не знаю почему он у меня не завораживает да она прям высокая даже боюсь просить цену я даже боюсь просить 45 какой у них хвост вообще просто она невероятная да да на них цены я видела там на большую какую-то статуэтку там почти миллион когда небольшие а и мальчики там по 100 тысяч по 200 по для 20 ручная роспись шикарная сухарница мне вот очень нравится здесь попугай и вот этот котик давайте его развернем к нам а это розенталь до подсвечник дает какая у него цена цена 3000 красивый я сначала думала что это бокал вообще а потом я узнала что это подсвечник интересный покажу вам за одну брошюрку блошинки кто еще не видел а вот еще один подсвечник пара а вообще их 4 но кто где заметит потому что не все сразу можешь заметить потому что иногда вот он стоит перед глазами и его не видят а где-то там вот но там всегда интереснее чем дальше тем интереснее да там вот сколько троечек конечно выбор шикарный спасибо мосвинтаж 29 30 сентября на хлеб заводе на хлеб заводе были да да мосвинтаж а это мосвинтаж прям октябрь-ноябрь возьмем красный нет дальше красный красный это какая-то коллекция ве вееров 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 наверное правильно будет сказать даже смотрите какие необычные есть тут между прочим дошненько веер будет не помешает вот тут вот со свинками необычные очень и здесь посмотрите с коробочки коробочки сколько их ой-ой-ой миллион я не знаю даже честно сказать кто здесь продавец здесь вот еще какие-то необычные а увидите вы попробую вам показать красота нет не увидите а да здесь столько украшений вообще напоминает мои да такие тяжелые а здесь посмотрите какая вот красота на кончике но они тяжелые у меня большая устала если честно такие носить легче гораздо легкие но это уже не фарфор они похожи на какие-то деревянные легкие легкие ой это необычные очень необычные на шею-то куда вам повесить или гриф ой-ой-ой или вы такого попса а броши видимо а вот тут вдруг кого-то заинтересует такая необычная красота есть номер телефона это броши очень необычно ой-ой-ой глазки перерисовали здесь очень много каких-то необычных браслетов а здесь броши по 500 рублей ну между прочим вообще цена посмотрите такого вот красавца купить за 500 рублей неплохо так часто показываю этот стол здесь много необычных металлических предметов в этот раз мне приглянулся гасить свечи свечегаситель мне приглянулся и он был в подставке что это было необычно сейчас не вижу очень интересные мне вот этот так нравится я даже не знаю на чем ставить взгляд потому что много деталей стрекоза много подсвечников а здесь в коробках много гравюр и они все с паспортом а вот наши любимые птички они каждый час утка здесь что-то еще а вот тут много с птицами а тут сзади подписаны цены вот 550 рублей так вот эти по 550 рублей а вот эти давайте посмотрим вот эти по 450 ну эти по 500 с паспортов уже идут я показать не смогу потому что их очень много ну в общем вы поняли нужно приходить и выбирать а он там побольше а не размером так а здесь фарфор а здесь фарфор а здесь тоже потом интересно посмотреть все что в карман положено тарелочка без а нет клейма в тесте здесь здесь а это прорезной фарфор да не знаю у них как ну что накатывают можно послать можно сколько сколько 800 рублей 800 рублей 100 рублей английская пара а вот такая пара сколько стоит она стоит полторы тысячи полторы тысячи спасибо но давайте еще вот эту пару посмотрим Неизвестно, что производство, да? А, тут такой скольчик. Тоже английская. С драконом. А, там выезжает, стопочка. Спасибо. Там интересная статуэтка, а девочка ела кашу и уснула. Видимо. А чайник? 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 Чайник, чайник, чайник. И меня опустили еще в сокровищницу. Давайте посмотрим. Английская пара с фруктами. Вот здесь троечка. Тоже английская. Royal York. С этим цветом мне не очень удобно снимать. А сколько вы такая пара склоните? Тысяча рублей. Тысяча рублей. А троечка? Стоять. У вас такие цены? Я знаю, родители. Да. И здесь какие-то бокалы. Необычные, металлические. А у вас в основном Англия, да? Парфор. Так. А, это шкатулка? Ничего себе, какая она. Наверное, это печенье какие-то. Немецкое. А какая у нее цена? Немецкое. А цена какая у такой интересной вещички? Бесценно. Я ее просто с собой как талисман ношу, всех дразней. А, денежки туда складывать? Да, да, да. Понятно. Ну, интересная. Я такой не встречала еще. Спасибо. Спасибо. А здесь много, как всегда, клипсов, украшений. Пожалуйста, все не долго. На этом столице не долго. Просто вот это все, это все, там клипсы. Поднимаешь, там еще больше, а теперь там еще больше. А, спасибо. Я просто, да, на... Покажу. Ну, как вы не родите с фарфором? А, нет, я его не касаюсь. В общем, просто покажу вам, что здесь очень много украшений. А здесь броши. Вот, смотрите, какая брошечка из кусочка фарфора. 500 рублей, это брошка. Угу, спасибо. Американская. Наши тоже таким занимаются, многие. Да. Чтобы не выкидывать. Ну, да. Очень необычно. Диэл. Вот такая брошечка. Брошь. Из кусочка фарфора. Тарелки жалко разбиваются. Ну, делают кулончики, я знаю. Кольца тоже. Раньше я видела девушку, которая делала их. Она прям стояла тоже на масс-винтаже, на улице, но сейчас я ее уже не вижу. Вот я один раз ее летом видела, когда в масс-винтаже был в музее Москвы, на улице. Очень красивые. Гравюры. Мне очень нравится паспарту. Вот эти вот оттенки приятные. Здесь всегда вот у этой женщины очень красивые фитографии, гравюры. Обычные. Да. Думаю, что это крыжовая. Такая прям... Да. Мне очень нравится складывать двойной паспарту, даже, видите? В нескольких оттенках очень необычно смотрятся. Так, тут цены не подписаны сзади. А, это, видите, киселография. Размеры подписаны. Такая прямая. Да. Скукру. Ну, что интересно? Это не пункт. Да. Человек, который не понимает, а потом уже... Так, тут все равно... Так. Так, ну, все равно что-то... Что-то... Дорожки, скатерти здесь. Сосник 600 рублей. Немецкий. Да, оттенок Тиффани приятный. Здесь много украшений. Ой, кстати, светильник симпатичный. Морозное стекло. Картины. Ну вот, не знаю, показать вам, как примерно выглядит. Рыночек не очень большой. Паштетница большая. А, и синие. А какая у них цена? 950 рублей. 4 тысячи идет. А вот это что, стекло просто? Да, это стекло цветное. Спасибо. Вот есть синяя такая темная. Разноцветная, зеленая и оранжевая. Поскользкий колокольчик старинный. Ой, включили свет. 5 тысяч колокольчик. Ой, да, он какой-то очень старенький. Там еще 4. А, там еще... Нет, там внизу еще. Может быть, кто-то коллекционирует? Поближе сниму. Да, идите ближе, потому что интересно. Колокольчики. И еще внизу. Внизу поменьше размера. Я про себя не могу. Чуть-чуть. Вот интересные бокалы, конечно, очень красивые. Мурана. Очень легкие. А это что за палочки вот такие? Коктейль мешать? Для коктейлей? Это не трубочки. Такие люденькие тоже интересные. Многие продавцы удивились, почему я не пришла в первый день. Куда пропала Настя. Но у Насти, похоже, осенью депрессию. Поэтому решила доползти, поднять настроение. Потому что вчера вообще не было сил никаких. Конечно же, не пройдем мимо украшений. Их очень много здесь. И они все какие-то прям необычные. Вот это вот напоминают флакончики из-под духовки. Как будто бы это какая-то пробка здесь. Посмотрите, какие браслеты с драконами. Украшения страны мира. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Можно я сниму у вас украшения? А вот это вот, расскажите про вот это вот такое интересное украшение наше. Вот это очень красивое тоже. Сейчас слушаю вас. Здравствуйте. А не расскажите про вот это вот интересное такое украшение у вас? Оно откуда родом? Северная Африка. Северная Африка? А это вы сами делаете их? Если бы я это сделал, я получил на Минскую гребенку. Лампа. А, лампа. А я думала, что это какой-то флакончик. Как будто бы... Какие лампы висели над потолком. Мы их включали свет, и женщина могла причесываться. Вот эта вот штука, вот эта, которая есть вторая. Да, я поняла. Вот эта вот штука, так называемая волшебная птица-павлина. А, правда похоже. Женщины очень любили держать в себя, в садах, вот таких павлинах, для того, чтобы показать свою роскошь. Вот эта вот часть, так называемый крест-аберектаурега, кочевников, это своеобразное лунное божество, которое защищало женщин в опасные моменты. Ух ты, ничего себе. Вот эти три компонента, ну и еще вот эта вот штука, это защита дома от глаза. Вот такие вот предметы служили амулетами для кочевников в Северной пустыне, и женщины очень мечтали иметь такие штуки под рукой. Ну, во-первых, можно было потереть, света нет, потереть, света появится. Какая-то угроза и так далее. Но проблема заключается в том, что это с серебро, и сделано оно вручную. И еще дополнительно использовали различные виды эмали. Ну, самое дорогое, вот в середине, это вот красный коралл Ак-Хо, Бак, который бывает в Средиземном море. Один грамм такого коралла стоит, по современному, 5 долларов. То есть это настоящий коралл, не те, которые вот крашеные, которые вы сейчас увидите, вот такие примеры, которые вот нам продаются. Это уже искусственный. Это вот красный китайский коралл, который выделил настоящий. Это вот настоящий красный. Ну да, он по-другому даже немножко выглядит. Вот это все надо учитывать при покупке. Раз, и второе, что это неотразимые вещи. То есть стоит там только одеть такое колено какую-нибудь в презентацию, и те, у кого там алмазы попазывают, побледнее. Затмите всех. Это вот кратко. Куфель она в Алжире, приблизительный возраст, елка, 70 лет. Спасибо большое. Очень интересно, как вас зовут? Мы псевдонимом Андре Ролайн. Андре, очень приятно. Я писатель, исследователь древности, тренировки цивилизации. Да, вы очень много знаете, это видно сразу об этом. Спасибо большое, приятно было познакомиться. Украшение для дам. Ой, какая дамская пепельница. Дама прикрылась веером. Это лимуз. Спасибо. Такие сценки, две разные, лимуз подвесные. Шкатулочки. Украшения. Здесь по 500 рублей. Старинные гравюры и винтажные иллюстрации. Здесь, смотрите, какая они обычная, с пельменями. 500 рублей. Сибирские пельмени. Ну и здесь много виниловых пластинок, конечно же. От 500 до 1000 рублей. Но это вот здесь. Чайковский. Вот такая дипешмот у нас есть. Майкл Джексон. Снова украшения. Броши. Трифори. Брошка. Французские. Вот это интересно. Камень там шикарный. Смотрите, какие подсвечники красивые. Людовика 16-го, может. Да, да. А какая цена вот на эти пары? Они одинаковые. Бужери. Это из бронзы. Я их только сейчас вот привезла. Они вот с этой королевской чашкой прямо вообще. Да, дружить хорошо. А какая цена вот на эти подсвечники? Два дам за восемь я их тоже очень. Они очень старинные, с ручной чеканкой. Ага, спасибо большое. А это зеркальце? Какое красивое. А ну, что ли, с королевы зеркало можно заменить, поэтому я дам его за три. Изяло, снять достаточно. Ну да, зеркало, да, можно заменить. И оно там открывается очень легко. Спасибо большое. Много вилок, ложек. Подстаканники. Кто интересуется? Статуэток мало. Просит меня снимать статуэтки, но на самом деле тут очень мало. Видимо, проблематично их просто сюда возить. Тут достаточно тесно, хрупко. Какая бабочка изящная. Карлэнс. Красотка. А здесь прямо с незабудками целая серия. Такая, как маленькая шкатулочка немецкая. Можно как под таблетки использовать. Еще одна шкатулочка в форме сердца. Такая мини-сухарница и огромная шкатулка. Посмотрите, какой у нее большой размер. И такие вот плакетки очень симпатичные. Видите, тут есть колечки, чтобы подвесить. Огромный такой набор. Не знаю, это вместе продается или по отдельности. Здесь сухарница с таким вот интересным узором. Большое количество золота. Росенталь. Мольер. Глубокая сухарница побольше, уже без ножек. И маленькие розеточки. Друзья, если вам понравилось видео, то буду благодарна за вашу поддержку в виде лайков и комментариев. А кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Ну и рубрика «Мои покупки». Купила у Алены вот такую подвеску Тиффани с ключиком. Здесь стоит проба. Серебряное сердце с ключом и с цепочкой. И на цепочке, и на самой подвеске есть клейма. Все хорошо. И Алена подарила мне вот такие вот винтажные духи. Это духи-брелок. Такой приятный аромат. И в виде ракушки. Видите, флакончик. И еще в последнее время я полюбила гравюры, литографию. И вот мы взяли с Димой три штуки. Видите, у них отличаются паспарту по оттенку. Но все оттенки пастельные, хорошо дружны между собой. Пока не придумала, где мы это повесим, где поставим. Но очень понравились, поэтому мы не стали проходить мимо. А тут видите, кондитерская фабрика Большевик, Москва. Здесь по стаканнике стакан, пироженки на фарфоровой тарелке. Очень аппетитная. Скорее всего, где-нибудь на кухне, в гостиной мы ее пристроим. Следующая вот такая, очень нежная. В стиле ботаники. Здесь цветы. Букет таких вот, каких-то садовых цветов. Не забудь, конютины глазки. Тоже очень приятная. Причем она большая. Здесь 30 на 40 размер. И вот такая мне очень понравилась. И приятный такой цвет зеленый. Какой-то травяной. Вог. И здесь, видите, стоит дама в красном красивом платье. С таким же жемчужным ожерельем. А здесь, видимо, какой-то ребенок протягивает ей цветок, розу красную. Вот так это сзади все оформлено. Ярмарка была небольшая. Точнее, маркет этот винтажный. Поэтому вот такие вот у нас покупки.